Легион здесь, мои дорогие друзья! Всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем играть игру Underworld Office. На прошлой серии мы с вами прошли первую главу, и сейчас мы с вами начнём с второй главы, что в принципе логично. Глава вторая. Люк. Блин, тут опять реклама. Секундочку. Так. Мы в школе, чё это билеты, кстати? Билеты возврату не подлежат. Начисление билетов может занять некоторое время в зависимости от обстоятельств. Удаление игры приводит к удалению билетов. Ага. Так, здесь пока я паузу, так понимаю. Ну-ка, подтвердить. И чё? Я могу только отменить и ничего с билетами, собственно, не сделать. Ну, ладно. Ты в загробном офисе. Мы помогаем людям решать призрачные проблемы. Ммм, окей. А дальше чё? А теперь вообще ничего не нажимается. Понимаю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Сейчас будем решать. В общем, не знаю, у меня всё зависает, когда я пытаюсь узнать эти билеты. Поэтому давайте продолжим игру. С билетами я разберусь позже. Но под прошлым роликом мне написали, что их надо использовать. Ну, они чё-то не используются. Так, а игра, кстати, у нас со сколько? Длинная, не длинная? Здесь и две... Два пути... Две линии концовки и одна итоговая. Ну, в принципе, здесь тоже есть как бы разные пути. Есть глава 7. А есть, как бы, продолжение главы 6. Ну, игра не такая длинная, так что я не думаю, что много серий по ней будет. Ну, ладно. Продолжаем. Всё, что было вчера, теперь кажется сном. Загробный офис? Я прощу твой долг, если поможешь мне трижды. Этот призрак по имени Босс. Чем же он заставит меня заниматься? Мне нужно расплатиться за много ошибок. Я заплачу по своим счетам, разбираясь с монстрами. Я буду разбираться с монстрами? Да как я вообще могу таким заниматься? Ну, убегать не вариант, конечно. Он же всё-таки нас реально спас, и мы в долгу перед ним. Так что мы лучше всё сделаем. Лучше сделаю всё, что он попросит. Ух, Люк, да ты словно зомби. Снова не выспался. Соткнитесь, у меня от вас, ребят, башка раскалывается. Мне постоянно снятся эти надоедливые сны. Надоедливые сны? У него что, кошмары, как у меня? Сны? Вокруг пустота, но... Я постоянно слышу звук, словно котя скребётся. Люк, котя умер. Звуки, словно котя скребётся. Его кот умер? Тебе что, поэтому кошмары снятся из-за кота? Заткнись. Я же сказал, что у меня башка раскалывается. Кот. Призрак кота. Босс об этом и говорил. Люди страдают из-за призраков. Ой, он увидел, что я на него пялюсь. А ты на что уставился? Эм, что? Я? На меня сейчас смотрел только ты. Думаешь, я прикалываюсь? А вот мне хреново, прикинь? Думаешь, я смешной, да? Нет, я просто... Так. Что? Я не совсем улавливаю. Прикол, у меня опять какая-то игра встала. Ой, да шо ж такое-то, а? В общем, я вышел опять из игры, включил интернет, дошел обратно. И у меня начала работать реклама. Я посмотрел пару роликов и получил 120 билетов. Ну и посмотрел всего три ролика. Посмотрим, насколько хватает их. Потому что, мне кажется, на один такой вот выбор действия, скажем так, нам надо потратить 10 билетов. Ну, если нам билетов на главу не хватит, а я так думаю, мы будем по главам с вами проходить. Потому что пока что главы не такие длинные, и будем проходить по главам. А когда дойдем уже до этого вот места, то там уже будет видно. Ну или, в принципе, как в случае и с печкой, и с Джекилл и Хайдом, просто будем играть по полчаса. Ну, в общем, вы суть поняли. Продолжаем. А, тратится пять билетов, окей. Ты говорил про кота. Мне просто стало интересно. Мне жаль. Ничего, валяй. Мне жаль. Погоди, чего? Как так валяй? Если ты о коте, то не спрашивай. Если это что-то по этой теме, спрашивай скорее. А, если ты о коте, то спрашивай. Я сейчас не в самом лучшем настроении, так что, если будешь тянуть резину, мое терпение может и не выдержать. Эм, ладно, спасибо. Какой-то ты усталый. Что? Надеюсь, ты отдохнешь. Ну, я тоже надеюсь, он отдохнет. Потому что реально какой-то такой... Грустноватый. Детская площадка. Ну, а удобно ему так кататься, нет? Я... Я надеюсь, он отдохнул. Так, надо поговорить с ним. Мне... А, не нужно было с ним поговорить. Не нужно было с ним говорить. Ну... Почему нет? Капюшончик странный. Мачочки, что ты там делаешь? Хочешь поиграть, капюшончик? Хочешь покачиваться с нами на качель, качочки? Почему ребята сегодня так со мной дружелюбны? Их мама сейчас не с ними, но где же она? Где ваша мама? Ой. Ай. Капюшончик заговорил. Первый раз. Это так круто. Я что, и правда до этого просто молчал? Надо рассказать маме. Мамочке. Мама дома, она заболела. Что-то, блин, день вообще сегодня не задался. А то с игрой не смогли нормально разобраться с самого начала. А то теперь мне еще звонят, тыкают меня. Что-то всем надо. Ой. Ладно, продолжаем. Опять-таки. Пойдем. Такие они шебутные. Пока, чочки. Пока, капюшончик. Ладно, пока. Дети машут на прощание и уходят. Так-то лучше. Так, вернемся к кошмарам Люка. Если я расскажу о них боссу... Так. Ну, типа, нам же босс сказал, что мы будем отправляться во сны и разбираться с кошмарами. Так что... Ну, вот и это выбираем. Я смогу скостить часть своего долга. Да к чему это все вообще? Я что-то слишком много об этих призраках думаю. Я сделаю все, что мне скажут. Все равно я полный ноль. Вы вернулись домой. Мы вернулись домой. Комната Юджина. Прям в одежде лег. А чесаться не будешь? Потом. Они сказали, что придут ко мне во сне. Получается, я не увижу их, пока не засну? Так, то есть, если бы... Если я не буду спать, то смогу избирать... Так, нет, нам этот садик пойдет. Брэм это. Пора бы мне уже и спать. Но я не могу. А это уже проблема. М? Внезапно в глазах потемнело. Новичок, просыпайся. Чего? Ага. Понимаю. Ха-ха-ха-ха. Вы только посмотрите, как просыпается наш новичок. Какой он милый, скажите. А вы как думаете, босс? Наш Юджин милый? Прекратите уже все эти глупости. Хм, какой вы черствый. Мы теряем парня. Аааа... Так, первое. Я... Я в порядке. Ну, да ладно. Что случилось? Ты про что? Мы ждали, когда ты уснешь. Но до этого я не мог уснуть. Не, ты почти сразу отрубился. Что это ты такое говоришь? Ривер... Ривер ударила Юджина по голове, чтобы душа покинула его тело. Хейден все видел. Ха-ха-ха-ха. Тише ты, Хейден. Ударила меня по голове. Но я ничего не почувствовал. Иди по своим делам, Ривер. Ты лишь отвлекаешь. Я же уже тебе сказал. Сегодня у нас новые команды. Ну, ладно. Сегодня поработает Джоанн. Повеселитесь, ребята. Ривер прыгает из окна и исчезает. Чего? Ривер сегодня с Джоанн? Ривер всегда работала с Хейденом. А с кем уже... А с кем же будет работать Хейден? Сегодня ты будешь работать с Юджином. Что? Но этот пацан вообще ничего не знает. В общем-то он прав, но... Так Хейден сегодня ничего не сделает. Постарайся сработаться с Юджином. И сообщи, если у тебя и правда ничего не получится. Тогда мы просто сожрем Юджина с потрохами. С потрохами? Босс, вы едите людей? Я пошутил. Все, мне пора. Удачи. Босс растворяется в воздухе. Что? Босс и вправду ушел? Наверное, он просто так сказал. А сам пошел охранить тело Юджина. Ну да ладно. Давай уже играть. И играть? А нам не нужно работать? Нам вообще не нужно ничего делать. А как мы узнаем, что кто-то страдает? Наверное, для этого нужно работать? Обычно мы делаем обход по опасным местам. Или идем к какому-нибудь шабану, если таковое объявляется. Или же ходим на дневную разведку. Но Хейден не ходит на дневную разведку, потому что это отнимает много сил. Так. Ты нём сильно устаёшь? Хм. Тут всё не так, как у живых. Я не знаю, это сложно объяснить. Но обычно мы делаем эти дела, но... Если у нас нет заданий, мы просто отдыхаем. Но как же тогда мне отплатить мой долг? Я не знаю. Хейдену что, всему тебя учить? Конечно, ты же знаешь тут всё лучше меня. О чём это ты? М? Хейден знает всё лучше тебя? Да? Ты же сам назвал меня парнем, который ничего не знает. А, да, Хейден назвал. Хейден раньше так не говорил. Обычно так взрослые говорят, так что... Получается, что Хейден теперь повзрослее Юджина? Обычно таких людей называют старшими. Ух ты! Хейден старший! Тогда Хейден должен учить Юджина. Хейден тебе поможет, Юджин! Эм... Что, правда что ли? Спасибо. У Юджина нет друзей, которых беспокоят призраки? Типа тех, в кого вселились призраки, или которых в больницу уже не вылечить? Нет. У меня и друзей-то нет. Что? Почему? Ой, а Юджин хоть в школу-то ходит? В школу? Да, я хожу в школу. Тогда почему у Юджина нет друзей? Разве в школе ты не заходишь в класс? А там тебя уже ждет тот забавный, но не такой популярный в классе друг, который сразу обнимает тебя. Что? А еще там есть модный задирок, который постоянно лезет к тебе. И объект твоего обожания, самая умная ученица в классе. И тот злобный задиромодник задумывает какую-то пакость против нее. И все идет не по плану, но ты совсем разбираешься и получаешь поцелуй. Он что-то путает. А все твои друзья хлопают в ладоши, а потом все танцуют и поют, и идут титры. Это он, типа, какое-то кинцо пересказал? Если вы поняли по описанию, что это за кинцо, ну хотя, я думаю, по описанию таких фильмов должно быть куча, то пишите в комментариях, какие у вас есть варианты. Мне на самом деле интересно будет посмотреть, да, и... Может быть, я найду, что себе посмотреть. Так что дерзайте. Эээ, так-так-так-так-так, вот это возьмем. Постой, о чем это ты? Нет. Постой, о чем это ты? Ты что, пересказал сюжет какого-то фильма? Ну а что тогда такое, это ваша школа? Ээээ... Хе-хе-хе, в школе нет ничего хорошего. Не, на самом деле есть. Так что берем первое. В школе не так уж и весело. Ну, кому-то школа нравится. Но их не так много, большинство ее недолюбливает. Там мы просто учимся, делаем домашку, решаем тесты, вот и все дела. Я даже ни с кем не разговариваю в школе. Чего? Так значит, все. Так значит, все, что говорили про школу неправда, и там довольно плохо. Прямо как у меня в больнице было. Зря только себе всего напридумывал. В больнице? Хм, ну ладно. Хочешь сказать, что Юджин не знает никого, особенно тех, у кого могут быть проблемы? Заткнитесь, у меня от вас, ребята, башка раскалывается. Постой. Я знаю одного, у кого проблема. М? Разве Юджин только что не говорил, что он ни с кем не разговаривает в школе? Но я же могу слушать, верно? Если кто-то сидит рядом со мной. Он один из тех популярных ребят, о которых ты только что говорил. У него куча друзей, он хороший спортсмен. Думаешь, я прикалываюсь? А мне вот что-то очень хреново, прикинь? Он немного грубоват, но... Так значит, он задира! Нет, все не так просто. Ну так в чем тогда его проблема? Эмм... Раньше он был веселым. Но сейчас он ходит словно в воду опущенный. Я постоянно слышу звук, словно котя скребется. Так. Ну, берем первое. Да? Да. У него умер кот, я думаю, что он теперь является к нему во сне и мешает спать. Кот? Расскажи Хейдену еще! Он ничего не видит, но... Слышит, как что-то скребет по двери. Этот сон снится ему уже который раз. Все началось со дня смерти его кота, по имени Котя. Хм... То есть, Кот-призрак? Обычный Хейден на стороне котов. Ну что ж, пойдем. Что? Мы же не знаем, где он живет. Это ничего, коты укажут нам путь. Ну же, бери меня за руку. Вы берете Хейдена за руку и начинаете парить в воздухе. Ни фига. А че, так можно было? Ух ты. Круто-то как. Хе-хе, скоро Юджин также научится. Полетели. Некоторое время спустя. Они с кошкой разговаривают? Мяу, мяу. Блин, я не знаю, как его так озвучивать. Типа вот это мяуканье. Ну, я думаю, тогда я это не буду лучше озвучивать, потому что я не знаю, как его голосом это озвучить. Уличный кот убегает в переулок. Ты умеешь говорить на... Кошачье? Коты видят призраков, и, конечно, Хейден умеет говорить на их языке. А-а-а. А-а-а. Все понял. Ну, неизв... Ну, известными путями. Хейден нашел дорогу к дому, о котором говорил Юджин. Полетели. Эм... Ладно. Комната Люка. Так, у него, видимо, опять кошмар. Юджин, Юджин! Это он? Ух ты. Ты и вправду его нашел. Да, это он. А он и вправду спит. Видишь, это черное облако у него над головой. Это сон? Круто. Это сон, который сделал призрак. Облако очень темное, видимо, именно поэтому он ничего не видит во сне. Что нам теперь делать? Мы полезем в сон. Что? Хейден с легкостью прыгает на облачко сна и притягивает вам руку. Надо себе вчера сделать себе игру потише, потому что слишком громко я сам себя не слышу. Возьми Хейдена за руку. Хейден тебя проведет. Юджина может стать немного не по себе, так что лучше закрыть глаза. А что если меня стошнит? Ха-ха-ха, дурачок, призраков не тошнит. А теперь закрой глаза. Ой! Вы попадаете в сон Люка. Мы попадаем в сон Люка. Ага. Ммм, так. Я... Я ничего не вижу. Страшно. Это потому, что хозяин сна думает, что он ничего не видит. Я ничего не вижу. Очень странно ничего не видеть. Хорошо, что я держу Хейдена за руку. Постой. Я что-то слышу. Кто-то схлипывает. Ой, давай пойдем на звук. Наверное, это хозяин сна. Я... Я не хочу отпускать твою руку. Почему? Потому что я боюсь. Эх, ладно, пойдем вместе. Скорее всего, боится сам хозяин сна, а Юджин лишь чувствует этот страх. А, понятно. Мое тело продолжает дрожать, и у меня осталось не так уж и много сил. Люк. И вправду сильно напуган. Котя, мне так жаль. Мне очень жаль. Даже Люк плачет. Вот оно как. Что такое? Кто тут? Это я, Юджин. Я... Я сижу с тобой за соседней партой. Юджин, дурная башка! Зачем ты ему ответил? Теперь он начнет задавать вопросы. Ой. Скрежет. Что за скрежет? Скрежет продолжается. Мне так... Мне так жаль. Мне так жаль, Котя. Прошу, прости меня. Хочешь сказать, что ты сделал что-то не так? Поэтому тебе и снится, Котя. Что? Он виноват? Тогда Хейдену не следовало бы приходить. Ммм... Так. Почему? Почему? Если он хотел вырастить здорового котенка, то ему следовало бы лучше о нем заботиться. Юджин что, думает, раз животные не разговаривают, то они и обиду не могут затаить? Не знаю, что скажут на это боссы Джоан, но Хейден тут помогать не будет. Пусть продолжает видеть свои кошмары. Так. Ну, мы не можем сказать, что тут происходит. Наверняка. Это все моя вина. Я заслуживаю все эти кошмары. Я не был плох... А. Я... Я был плохим хозяином. Что ты натворил? Я... Плохо заботился о коте. Так. Это... Котенок его, я так понимаю, да? Я даже не знал, что он болеет. А этот чертов ветеринар сказал, что уже слишком поздно что-то делать. Котя умер, когда я вышел в магазин. Так. Ну, раз он отвел котенка к ветеринару, значит, он пытался что-то сделать. И... Типа... Люк не может его... Ну, хотя... С другой стороны, если Люк видел, что... С этой... С этим котей что-то реально не так... И он просто ничего не делал, то... Блин, ну... Вот тут недостаточно, на самом деле, информации, чтобы сделать прям точный выбор. Виноват он или не виноват. Но давайте делать, как бы... Ну, хотя он говорил, что он плохо о нем заботился, но... Опять-таки... Если эта болезнь не проявлялась на котенке... Ну, точнее, на его состоянии, то... Он тупо и не мог знать об этом. Так, так, так. Ну, тогда не будем делать упор на то, что симптомов каких-то не было. Ой, точнее, какие-то симптомы были. То есть... Предположим, что он просто не знал, что с котей что-то не так, и... Внешне, на котенке, и по его поведению, этого тоже никак не показывалось. И, соответственно, он пытался отвезти котенка к ветеринару, тот сказал, что уже поздно. Значит, он пытался, значит, он не виноват. Будем следовать такой логике, потому что, ну... Чтобы делать другой выбор, у нас просто недостаточно фактов. Но, похоже, Люк сделал все, что мог. Скорее всего, Котя сердится на меня за то, что я вышел на улицу. Но Люк так сильно из-за этого убивается. Котя, что и правда сердит... Котя что, и правда сердится на Люка? Все эти кошмары. Я вижу их, потому что не заботился о нем как следовало. Соберись. Что? Вас в школе что? Потупизней рассаживают. Вы с Юджином поэтому рядом сидите? Потому что оба дубины... С... что? Стоеросовые? Пускай так будет, ладно. Мы не дубины. Слушайте сюда, дубины. Этот сон делала б кота Люка. Кота? Коти? Да, коти. Кошки хорошо видят в темноте. Вот и свет им и не нужен. А-а-а. Если бы Котя знал людей получше, то тут было бы ярче. Сдается мне, Котя твой совсем малыш, да? Эм, да. Ему даже годика не исполнилось. А Хейден умный. Так, я понял. Люк, закрой глаза и представь выключатель. Тогда он появится где-то поблизости. Это же сон, Люк, в конце концов. А потом Юджин с Хейденом его поищут. Если вы мне не врёте, то я просто так не оставлю этого. Выключатель. Как у лампочки. Ха, а Люку мне и Юджина. Так, мы не будем делать вид, что у нашего персонажа низкая самооценка, так что... Так что вот так. Ну, я тоже не глупый. Ха-ха. Эй, Юджин. Если ты умеешь разговаривать, то почему в школе постоянно молчишь? Так, Юджин, поищи выключатель на этой стене. Я посмотрю в другом месте. Ладно. Так, у нас кончились билеты. У нас, в принципе... Ну, хотя... Мы ещё тупили, сколько сидели. Ну ладно, на этом мы тогда и остановимся. Просто у меня по таймеру уже 30 минут, но даже несмотря на то, что мы тупили немного в начале, точнее тупил я, а не мы, вы тут вообще ни при чём. Всё равно мы на этом остановимся. В следующий раз я постараюсь нагриндить побольше билетов. И мы пойдём ещё дальше, ну, как нам позволит время. Собственно, если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все вижу, лайкаю, читаю и, соответственно, отвечаю. Всё. Здесь был Регион. Увидимся в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова